Всем привет! А у нас второй выпуск рубрики на дне. И на дне у нас сегодня куча музмехов против трех охренительных веселых рухов. Сколько же понадобится им расхода, чтобы выбить всех? Сколько же понадобится бросить протонок, чтобы изничтожить оставшихся музмехов? Так вот, охота вам сказать, что много они потратили, но к сожалению тычка полигон просто в самом его любимом разгаре. Именно куча АФК и ноль расхода от противника. Так что ставим лайки и пишем все, кто попадает в такие полигоны очень часто. Ну а топовым рухам большой привет от дна, в котором мы находимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Да, в первые годы жизни, да, из-за ребенка, да, потому что баба начинает стервенеть, да, потому что у мужчины эти гормоны вообще не вырабатываются в таком количестве, чтобы терпеть ребенка, да, из-за этого супруги ссорятся, и да, чаще всего именно баба потом идет и подает на развод сама, потому что остервенела. Вот и все. Продолжаем. Продолжаем годовалым младенца, да, то есть вот пусть попробует попеленать, пусть сходит там в роддом, послушает, как они орут, да, то есть вот прочувствовать, сука, все вот это вот, нюхнуть детского дерьмеца, прежде чем склонять женщину насильно. Причем, я понимаю, когда это хочет женщина, женщина этого хочет, как правило, на гормональном уровне, она зачастую не контролирует свое желание, оно животное, оно инстинктивное. Когда мужчина этого хочет, а он хочет этого чаще всего под действием социального давления, ему нужно просто показать, что такой маленький ребенок. Поверьте, большинство адекватных мужчин после этого два раза подумает, прежде чем торопить события. Как-то так. Ну, да, я, честно говоря, сам видел таких мужчин, которые очень хотели дохуя наследника, потому что им это, как правило, прививалось в семье, им папа с мамой об этом говорили, что нужно жить именно так, да, то есть это, как правило, такие управляемые мужчины, которые живут по указке своих родителей, да, и по, а вот родители дают им установки, которые были бы справедливы еще в Советском Союзе, причем еще, пожалуй, не в позднем, а в раннем Советском Союзе, да, то есть это такие люди с очень большим стажем жизни, причем при советском обществе, где, в принципе, разведенки с прицепами были, разводы были, но это все было не настолько умножено многократно, как в нашем современном обществе. То есть тогда еще вполне можно было найти процентов 50-60 семей, которые жили всю жизнь, не разводились, там, не левачили. Были такие люди, были такие семьи, ну, я сужу по своим дедушке и бабушке, к примеру, да, как бы всю жизнь вместе прожили, двух детей подняли, дом у них был полная чаша, и ничего. Хотя в Советском Союзе тоже были вполне себе даже разрешены разводы, никто этим не воспользовался, пережили, уважали друг друга, понимаете, Время было другое, люди были другие, воспитание другое, не было такого оголтелого превращения женщины в проститутку, в двигатель экономики, да, то есть такого не было, тогда у женщины была совершенно другая функция.